Вот и закончилась конференция Profit Retail and Finance Day. А сегодня мы обсуждали вопросы, зачем рынок так сильно перемешивается. Финтех с ритейлом и наоборот, и даже сотовые операторы не остаются в стороне. Финтех настолько сильно переплел банки и сферы ритейла и торговли, что мы решили объединить наши конференции и провести Profit Retail and Finance Day. Очень удивлен тем, что настолько много посетителей из индустрии финансов и ритейла задавали в целом очень интересные вопросы. В этом году позвали очень интересных спикеров, поднимали очень разные действительно полярные мнения, высказывали коллеги, было очень интересно послушать у каждого из проблем с сильно разных сторон. Не было единого мнения ни по одному вопросу. Много хороших и интересных участников. Доклады мне очень нравятся, которые конференции делают. Понравилась панельная дискуссия, понравились доклады партнеров по CRM, Яндекс.Клав. Считаю, что достаточно хорошей идеей было объединить ритейл-конференцию с финансами, потому что очень много пересечений, очень много участников, все прошло здорово. Понравилась аудитория, очень живая, активная и, соответственно, вопросы. Классные вопросы, классная панельная сессия, очень интересная. В целом очень много народу и шикарная организация. Очень много было рассказано про то, каким путем был достигнут успех. И были ответы на вопросы о проблематике индустрии, с которыми, в принципе, сталкивается каждая компания. Очень интересная тематика конференции. Она действительно злободневная, она действительно актуальна для рынка Казахстана. В плане развития ритейла, маркетплейсов, финтеха. Очень много интересных партнеров, экспертов, с которыми можно поделиться, услышать мнение, рассказать свой опыт, знания и так далее. Слушайте, мне кажется, во-первых, это невероятно полезная вещь, потому что чем больше у нас есть профильных форумов, тем больше люди знакомятся с Рудуром. Есть возможность какой-то коллаборации, есть возможность создавать супер-классные проекты. Хорошая аудитория, очень сильные спикеры, информация, которая предоставляется сегодня, она очень актуальна. Вы знаете, мне ближе всего проблема, которая связана с использованием искусственного интеллекта, потому что мы достаточно много делаем проектов по искусственному интеллекту. Я думаю, это сейчас наиболее острая и актуальная задача. Люди, конечно же, в первую очередь интересуются оборудованием и технологиями, которые позволяют обеспечить качественную работу. На мой взгляд, традиционно острым остается вопрос по использованию облачных решений, в том числе про использование глобальных облаков. И мы вынуждены идти в частные облака, тратить какие-то деньги, чтобы частное облако построить. В итоге вся эта стоимость капитальных затрат, она так или иначе будет перекладываться на конечного потребителя. Мне очень понравилась дискуссия панельная, особенно вот эта часть про пересечение ритейла с банками. Где они пересекаются, где они индивидуальны в своей части. В целом у любого ритейлера, у любого бизнеса есть ряд проблем. И одна из проблем – это, конечно же, финансирование своего бизнеса, привлечение капитала, работа со своими подрядчиками, партнерами. Все эти темы были освещены. Я думаю, участникам было полезно. Ну, наверное, проблемы, противостояние или дружба банки и ритейл. Так как мы к этому очень близко относимся и мы в этом активно участвуем, для нас это супер животрепещущая проблема. И сегодня на панельной сессии мы об этом очень много говорили. Ну, мы сейчас находимся на начальном пути, рынок только растущий, развивающийся. Поэтому, да, испытываем детские боли и испытываем проблемы именно роста. Это нормально. Я думаю, что темпы, которые сейчас набрали в этой сфере, они будут быстрее, чем у соседей, быстрее, чем на других рынках. Я привык, что на выставках обычно очень много кулуарного общения. Сегодня очень много спикеров. И, к сожалению, не успеваю поговорить со всеми ПТТ на кулуарах. Собраны люди из разных сфер. И бизнесовые люди, и айтишные люди. Финтех – это всегда такое пересечение бизнеса с IT. Это, как бы, оно не бывает либо, ну, ни тем, ни другим, оно бывает именно конвергенцией, да. И это очень правильно, очень важно, да. Прекрасная площадка для того, чтобы действительно развивать дальше, да, инновационность Казахстана, не терять лидирующие позиции не только в Центральной Азии, но и на гораздо больше географической территории. Я бы хотел, чтобы представители индустрии, как финтеха, так и икома, ритейла задавали бы более острые вопросы представителям, такие как мы, там, вендорам, чтобы помочь решать какие-то их проблемы в бизнесе, по процессам, по технологиям. Мы как раз-таки тут для того, чтобы помогать. Сегодня на конференции было очень много докладов кейсовых, кейсов именно казахстанских компаний, успешных кейсов. Это говорит о том, что казахстанский рынок растет. По завершению сегодняшнего дня можно сделать вывод, что наш эксперимент по объединению двух конференций удался, и то, что до конца дня, до вечера оставался полный зал, лишнее тому подтверждение. А как вы считаете, насколько наш эксперимент был удачным? Напишите в комментариях. Также прошу вас поделиться вашими идеями, что еще мы можем привнести интересного и нового в наши события. Субтитры создавал DimaTorzok